Ульяновской области завершается подготовка к новому отопительному сезону. Управляющие компании занимаются коммуникациями в домах, а принимают объекты сотрудники жилкомнадзора. Школы, садики и больницы уже обеспечены теплом. Жилой фонд немного отстаёт от соцучреждений. Были задержки графиков промывки, опрессовки, но, в общем-то, практически весь жилой фонд, за исключением буквально нескольких многоквартирных домов, там двумя десятками ограничивается этот список. Это дома, в которых ещё не закончен капитальный ремонт. Наша съёмочная группа посетила дом номер два по улице Орлова. Актив местного ТОСа следит за работой управляющей компании. Под контролем совета дома у нас были проведены промывочные работы, опрессовочные работы. В общем, всё проделано вовремя, качественно. Всё было сделано хорошо. И ждём пуска тепла теперь. Дом номер два оказался благополучным. В подвале всё чисто и сухо. На отопительной трубе установлены термометры и манометры. Система отопления промыта и исправна. По мнению сотрудников управляющей компании, справиться с объектом помогли активные жители этого дома. То есть, допустим, если какие-то... Нужно сделать работы по текущему ремонту в планах подготовки. Они идут навстречу, голосуют, принимают решение. Мы, соответственно, не замедлительно всё это делаем, производим, и подготовка к зиме проходит просто идеально гладко. Ну, если, конечно, жители не особо активные, то в этом плане могут возникнуть проблемы. По поручению губернатора, тепло поступит в жилые дома, как только наступит холода. Температура воздуха должна держаться на отметке не более 8 градусов в течение пяти дней. Виктория Черкова, Юрий Ламатов. Новости Уллправда ТВ.